Иван Гончаров Он был многим любителем литературы. Это самобытный русский самородок, достойный гражданин своей эпохи. Он проявил себя и в качестве литературного критика, знатока словесности. Но также он был и на государственной службе, находясь в звании статского советника. 18 июня ему исполняется 210 лет. Иван Гончаров Поскольку в импровизированных складах была мука, пшено, другая провизия, имелись погреба и амбары, литники, это было необходимо для обеспечения нормальной жизни семейства, дворовых крестьян. Впоследствии он с удовольствием описывал жизнь русского быта. В возрасте 7 лет умирает его отец, и воспитание в полной мере ложится на плечи матери Авдотьи Шацкой и крестного Николая Трикубова, отставного моряка. Он же первое время занимался образованием, учил математики, истории, географии. В возрасте 10 лет мальчика посчитали уже достаточно взрослым для прохождения дальнейшего обучения в Москве, и он обучался в коммерческом училище на протяжении 8 лет. Гончаров отлично учился и часто попадал на красную доску. Почетный список отличников. Однако занятия писатель считал неинтересными. По просьбе Гончарова в 1830 году его отчислили из Московского коммерческого училища. Он не хотел становиться бухгалтером. Уже тогда он планировал заниматься литературой. Год Гончаров готовился к поступлению в Московский университет. Для этого он даже специально выучил греческий язык, которым раньше не занимался. На экзаменах Гончаров получил отличные оценки и был зачислен на словесное отделение. В одно время с Гончаровым в Московском университете учились Александр Герцен, Виссарион, Беллинский. На словесном отделении с писателем занимался поэт Михаил Лермонтов. В 1834 году Иван Гончаров окончил университет и вернулся в Симбирск. Он хотел пожить несколько месяцев у родственников, а затем уехать в Москву. Но по рекомендации Трегубова писатель остался в родном городе и вскоре стал секретарем Симбирского губернатора Александра Загряжского. Работу Гончаров называл скучной. Он встречался с другими чиновниками, разбирал документы. Писатель вспоминал. «Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву». Здесь Гончаров в итоге прожил около года, а затем уехал в Петербург. Там он устроился переводчиком иностранной переписки в Министерство финансов. Еще писатель подрабатывал частными уроками латыни и русского языка. Среди его учеников были Аполлон и Валериан Майковы. Дом Майковых – это был не просто дом, а настоящая литературная Мекка, где собирались сливки, элита общества, живописцы, литераторы, музыканты, критики и все люди, которым были интересны процессы, происходящие в русском обществе. Эти люди словно предчувствовали скорое изменение общественной формации. На литературных вечерах в доме Майковых Гончаров познакомился с Федором Достоевским, Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым. Встречи с ними вдохновили начинающего прозаика, и он стал сочинять литературные произведения. В журналах «Подснежник» и «Лунные ночи» вышли первые рассказы и очерки писателя, среди которых «Лихая болезнь», «Пепеньерка», «Лунные ночи». Тогда же Гончаров попробовал себя в поэзии. Он опубликовал стихи «Тоска и радость», «Весны пора», «Прекрасное минуло», которые позднее включил в роман «Обыкновенная история». Следующим крупным произведением Гончарова стал роман «Обыкновенная история» о жизни провинциального дворянина Александра Адоева. В 1847-м «Обыкновенную историю» опубликовали в журнале «Современник», а через год она вышла отдельным изданием. Критики писали о таланте Гончарова, его легком слоге. Можно сказать, Гончаров – счастливый человек и в чем-то баловень судьбы. Благодаря своему обаянию, пытливости ума, превосходному образованию и известности в литературных кругах, у него появилась возможность не только обеспечить себя финансово, но и повидать мир. В 1852 году он был принят на службу в качестве секретаря к вице-адмиралу Путянину. Путянин был направлен на североамериканский континент, поскольку в то время Аляска принадлежала России. Кроме того, вице-адмиралу приходилось путешествовать и на другой конец света – в Японию. До сих пор дальние путешествия будоражат умы, а в то время такая возможность была неслыханной удачей. Иван Гончаров отправился в кругосветное путешествие. Вместе со своим начальником он вернулся в Санкт-Петербург в 1855 году с потрясающими впечатлениями, которые в полной мере отразил в очередном литературном шедевре – «Фрегат Паллада». В Министерстве финансов он работал не только в качестве переводчика, но и цензора, что придавало его положению некую двусмысленность. Многие представители интеллектуальной элиты общества недолюбливали цензоров и не доверяли Гончарову. В то время он создает второй роман своей знаменитой трилогии – «Обломов». Писатель никак не мог отшлифовать свой литературный бриллиант, поскольку служебные дела отнимали слишком много времени. Сказалось и то, что его должность вызывала недоверие среди творческой интеллигенции, поэтому им было принято решение об уходе со службы, чтобы полностью посвятить себя литературной деятельности. В полностью законченном виде роман вышел в 1859 году. Он также был успешен. «Обломов» – это собирательный персонаж, целое философское осмысление, социальное явление, которое показало инертность российского общества. На писателя обрушилась большая слава, однако Иван Александрович всегда оставался скромным человеком. Собственно, он был равнодушен к признанию. Его крайне интересовала литература. Последнее произведение знаменитой трилогии – «Обрыв». Далось оно нелегко, поскольку сам писатель говорил, что пишет медленно, не всегда успевает отследить меняющиеся социальные явления жизни. У него уходило на написание много физических сил, плюс он состоял в переписке с представителями творческой интеллигенции, что также отнимало у него массу времени. Писатель активно создавал и очерки, посвященные поездкам по Восточной Сибири, Волге. Несмотря на то, что творчество давалось ему тяжело, ведь работал он с полной самоотдачей, за всю жизнь он создал немало произведений. Некоторые из них вышли уже после его смерти. 24 сентября 1891 года Иван Гончаров сильно простудился. Через три дня писатель скончался от воспаления легких. Похоронили его на Никольском кладбище Александра Невской Лавры в Петербурге. Известие о смерти быстро разнеслось по Москве и Петербургу, по всей России. Некролог был опубликован в Вестнике Европы. В советское время его могилу перенесли на литераторские мостки Волковского кладбища.